Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Нарушителей госграницы в крае стало меньше. С начала года к уголовной ответственности за это привлекли 25 человек. В Сочи задержаны мошенницы. Они представлялись соцработниками и обманом забирали сбережения пенсионеров. В Сочи подружился с Крымом. На семинар совещания приехали председатели городских дум Севастополя, Алушты, а также Сухума, Новороссийска и Туапсе. Победил опыт. На футбольном поле встретились команды жителей Сочи и городской администрации. На посту и в праздник участковые полномоченные сегодня принимают поздравления. Их с 93-й годовщиной образования службы поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Он приехал в институт МВД. Перед началом встречи главе региона провели экскурсию на конкретных примерах. Губернатору продемонстрировали, как оттачивается мастерство. Вениамину Кондратьеву показали, как правоохранители учат расследовать различные преступления. Будь то ограбление квартиры, нападение с применением огнестрельного оружия или наезд на пешехода. Важно понимать, имел ли возможность водителя избежать столкновения или не имел. Вот здесь очень четко зависит, как эксперт квалифицирует. От вас зависит жизнь обычного человека, который, поверьте, однозначно не приступил. Он попал в такую жизненную ситуацию. И ваше заключение будет ему приговором. Очень важно, чтобы здесь ребята, которые сейчас на практике в жизни, понимали собственную ответственность за судьбу людей. В Краснодарском крае работают около двух тысяч участковых. Благодаря работе этих людей полиции в этом году было задержано треть преступников в крае. Нарушителей государственной границы в крае стало меньше. Предварительные итоги года подвели в пограничном управлении ФСБ России по Краснодарскому краю. С начала года к уголовной ответственности за незаконное пересечение границы привлекли 25 человек. Это вдвое меньше прошлогодних показателей. Большая часть правонарушителей – выходцы из республик Средней и Центральной Азии, Армении и Абхазии. Некоторые находились в международном розыске. Один из задержанных ранее скрылся от уголовного преследования по совокупности статей. Суд приговорил его к девяти годам в колонии строгого режима. Кроме этого, граждане пытались скрыться от уголовного преследования из-за нарушения госграницы. Так, в июне сотрудники КПП «Адлер Автодорожный» выявили россиянина, который пытался пересечь российско-абхазскую границу по паспорту брата. В отношении гражданина Карапетяна возбудили уголовное дело и выпустили его под подписку о невыезде. Однако при проведении следственных действий Карапетян игнорировал вызовы дознавателя и был объявлен в федеральный розыск. Преступника задержали в день его рождения. Мужчину, чтобы он больше не скрывался, поместили в следственный изолятор, прежде чем суд вынес ему обвинительный приговор. В Сочи задержаны мошенники. Они представлялись социальными работниками и обманом забирали все сбережения пожилых горожан. В полицию поступило три заявления от пенсионерок. Во всех случаях способ совершения преступлений совпадал. Данные две гражданки, используя, представляясь сотрудницами социальной сферы, входили в доверие к пенсионерам. И мы знаем о двух фактах в селе Аштырь, а об одном факте в селе Дагомыс, которые обманным путем завладевали денежными средствами пенсионеров, заменяя денежные средства купюрами из банка так называемых приколов. Как рассказала жительница села Аштырь, к ней домой пришли две незнакомые женщины. Сообщили, что ей полагается премия от государства в размере 6 тысяч, но с собой у якобы работников соцзащиты только две купюры по 5 тысяч. Пожилая женщина передала мошенницам сдачу. После ухода гостей обнаружила, что все ее накопления, в том числе и только что полученная премия, заменены на купюры банка приколов. Сумма ущерба 40 тысяч рублей. Спустя некоторое время также пострадала и ее соседка. У нее в результате такого обмена похитили 185 тысяч. Следом злоумышленницы обманули жительницу Дагомыса. У нее похитили 60 тысяч рублей. Пенсионерки очень точно описали внешность мошенниц. В результате злоумышленниц задержали в Туапсе при личном досмотре. У 38-летней приезжей из Ростовской области и 26-летней уроженки Тихорецка были обнаружены поддельные удостоверения работников органов социальной защиты, парики и купюры банка приколов. Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за мошенничество. Если вы пострадали от преступной деятельности этих женщин, сообщите в полицию по телефону 269 29 50 или 02. Также полиция напоминает, что соцработник может прийти к вам домой только по вашему личному заявлению и по предварительной договоренности. В любом другом случае в дверь к вам стучится мошенник. Обо всех подозрительных случаях, когда незнакомцы пытаются навязать общение и войти к вам в дом, сразу сообщайте в полицию. В Сочи проходит профилактическая операция пешехода. 23 ноября инспекторы ДПС будут уделять особое внимание пресечению нарушений правил дорожного движения как пешеходами, так и водителями. Накануне именно поспешность пешехода стала причиной ДТП. Перекресток улицы Пластунской и новой дороги в районе Сочинского госуниверситета. Девушка в куртке с капюшоном перебегает дорогу. Внедорожник не успел среагировать. Итог – черепно-мозговая травма. Как отметили очевидцы, студентка начала движение на мигающем светофоре. Зеленый загорелся, когда уже произошло столкновение. Мимо как раз проезжали сотрудники ДПС. Они и оказали пострадавшей первую помощь. Здесь торгуют смертью. Плакаты с такими надписями вынесли горожане на одиночные пикеты, которые прошли перед аптеками в разных микрорайонах города. Одновременно с этим в аптеках, где продают наркосодержащий препарат, без рецептов были проведены рейды. На одном из них вместе с молодогвардейцами партии «Единороссов» и активистами общественной организации «Антидилер» побывала наша съемочная группа. Аптеки на Донской, Островского, Воровского и прочих улицах Сочи превратились в места, где действительно торговали смертью. Здесь без рецептов отпускали наркосодержащие препараты. Причем не тяжело больным, нуждающимся в сильных анальгетиках, а всем подряд. Я лично закупал, я сделал закупку контрольную. Мне продали лирику. Спокойно мне продал без всяких вопросов. Зачем, для чего, не было никаких вопросов. Просто продал и все. Выявить адреса аптек, где в открытую торгую такими препаратами без рецепта, труда не составило. До этого были проведены контрольные закупки. Выявлены именно те аптеки, которых продают. Также нам обращались жители города, которые рассказывали, что на данных аптеках осуществляется отпуск наркосодержащих препаратов. Кроме пикетирования таких, с позволения сказать, аптек, организаторы акции провели рейды. Вы перестали уже отпускать? Вы перестали, конечно, я даже удивляюсь, что стоять фотографировать. Точно перестали. Что-то к вам люди, молодежь, вот мы сегодня стояли, опять заходят, заходят. А они будут заходить? Да, просто так. Они будут, они же ищут по всему городу сейчас. И это для нас не новое. Прохожие, которые стали свидетелями пикетов у аптек, организаторов акции поддерживали и предлагали свои варианты мировоздействия на оборотни в белых халатах. Как у нас на российской арене? Сажать, тюрьму, что еще останавливаешь? Сегодня штраф заплатят, завтра опять будут продать. Им дешевле штраф один раз заплатить и потом 10 раз продать то же самое. Подобные акции проходят на территории всего Большого Сочи. Даты окончания рейдов и пикетов не запланированы. По словам организаторов протестных мероприятий и специалистов из администрации города, они продлятся до тех пор, пока в городских аптеках не перестанут в открытую торговать смертью. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В канун Дня города в самой южной части курорта в Адлере подвели итоги районного этапа городского конкурса «Лучшее благоустройство района». Жители лучшего дома, лучшего села и лучшего подъезда получили свои заслуженные награды. Впрочем, как и те, кто участником конкурса так и не стал. Помимо благодарностей и дипломов, мэр Сочи вручил призерам системы видеонаблюдения, бензопилы, газонокосилки. То, что всегда пригодится в хозяйстве. Адлер за последние несколько лет, отмечает Анатолий Пахомов, заметно изменился. Новые парки, современные дороги и развязки украшают район и 900 отремонтированных домовладений. Есть в этом преображение и заслуга общественников. Небезразличным городу и району председателям ТСЖ, руководителям управляющих компаний, домкомам, дворникам также вручили ценные подарки. Телевизор достался лучшему ТОСу села Красная Воля. К слову, нынешний год для этого населенного пункта оказался богатым на события. ТОС Красная Воля в этом году отмечает, можно сказать, такое праздничное мероприятие – это подача газа в жилые дома. Это при содействии главы города было сделано. Это очень важно для селян. Это будет развивать и тепличное, и подсобное хозяйство. Кроме этого, жители села активно готовились к проведению Дня города, проводили самостоятельно ремонт детских площадок, некоторые дорожные ремонты работы, некоторые мелкие делали сами. Они занимались благоустройством в своем территории. В этом году в конкурсе «Лучшее благоустройство района» появилась новая номинация, победителями которой стали худшие организации. То есть те, кто не заботился о чистоте и благоустройстве своих улиц и придомовых территорий. Получили такие победители и соответствующий приз – мешок с мусором, собранный в их же дворах. Поэтому то, что худший дом был обозначен, худший ТОС был обозначен – это очень здорово. То, что не явились, это уже стыдно. Они были здесь, но сбежали. Наверное, это будет тоже традиция, очень правильная традиция. Я уверен, что наряду с теми лучшими обязательно нужно наказывать худших. Были же раньше доски позора такие, да? Были доски позора и вообще были разные моральные факторы поощрения, а также наказания. И надо к ним возвращаться. Отказаться от заслуженного приза победителям в номинации «Армагет. Дом» не удастся. Свой мешок с мусором они получат с доставкой на дом. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». В эти выходные Сочи начнет отмечать День города. 19 ноября состоится парад районных казачьих обществ. От Театральной площади по улицам Театральная, Курортный проспект, по Ярко-Несебская до площади Южного мола. В связи с этим с 9 до 11 часов по маршруту будет приостановлено движение транспорта. Но поздравлять любимый город сочинцы начали уже сегодня. Причем не только словом, но и делом. Мария Васильевна в этом доме на Гагарина живет вот уже полвека. Она ни домком, ни старшая по подъезду, но следить за чистотой и порядком считает своей обязанностью. А еще Мария Устенко разбила у подъезда полисадник, в котором круглый год цветут цветы. Это отмечает Соченко своеобразное признание в любви родному городу. Я люблю, чтобы я всегда соседям говорю, надо убирать, надо сажать цветочки. Я даю соседям рассаду. Доказывать надо, надо любить, надо ухаживать, надо все время убирать, сажать цветы. Надо уважать соседей, уважать свой подъезд и дом свой любить. Я люблю город свой и я горжусь своим городом. Чтобы все были счастливы, чтобы были все здоровые. И наши гости, чтобы приезжали к нам побольше. Александра Накладова любовь к городу также доказывает на деле. Будучи домкомом, она занимается и озеленением придомовой территории, и решением насущных проблем. Недавно вот добилась установки детской и фитнес-площадок. Я неравнодушна. Я стараюсь делать все для того, чтобы город процветал. Любите город. Созидайте, не разрушая. Все зависит от того, насколько вы будете его любить. Настолько засияет жемчужина у моря. Наш любимый, родной город Сочи. Не будьте равнодушными. Если где-то работа вениками закипела в связи с приближающимся днем города, то для Азнаура Семенова это ежедневный труд. На улице Рос дворник отвечает за чистоту и порядок. Я здесь живу, я здесь родился. Это мой город, он должен быть чистым. Мы работаем каждое утро. Подметаем, чтобы вы выходили и было чисто, красиво для вас, чтобы радовало ваш глаз. Но опять-таки повторюсь, что чисто не там, где подметают, а там, где не ссорят. Мы стараемся для вас. С праздником. Церемония награждения сочинцев, внесших большой вклад в развитие курорта, прошла в Зимнем театре. Поздравил горожан и вручил награды Анатолий Пахомов. Появилась на курорте и новая традиция честования выдающихся людей Сочи. Среди приглашенных люди известные. Ведь то, чем сегодня гордится Сочи и чем знаменит, это результат их труда. Вклад Бориса Аверьянова в развитие курорта в первую очередь оценят эксперты туриндустрии и гости города. Академик Российской и Международной Академии Туризма, обладатель звания лучший менеджер России, многие годы он посвятил созданию в городе гостиничного бизнеса и сервиса мирового уровня. Сегодня его награждают почетным знаком за многолетний труд на благо Олимпийского Сочи. Моя мечта голубая сбывается, чтобы город Сочи, его отельный бизнес, туризм работали по высочайшим международным стандартам и дальше добавляли у них российскую изюминку. Сочи со временем стал бы не хуже, чем Ницца, не хуже, чем Монте-Карло, не хуже, чем другие мировые курорты. На прием в Зимнем театре приглашено чуть больше сотни человек. Помимо наград, имя каждого из них теперь впишут в книгу почета города Сочи. Инициатива таким образом увековечить память о горожанах, чей вклад изменил настоящее и будущее всего города, принадлежит Анатолию Пахомову. На все века все потомки будут видеть, кто был удостоен этой чести, кто создавал этот город, чьими успехами мы сегодня наслаждаемся. Первым в книге появится имя председателя Сочинского горосполкома, который занимал эту должность с 1977 по 1983 годы. Это Анатолий Иванович Удотов. Такое решение было принято единогласно. И не так давно на очередной сессии городского собрания были объявлены имена новых почетных граждан Сочи. Ими стали олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина, а также автор и ведущий КВН Александр Масляков. Их на праздники не было, но имена также появятся в книге почета. Храниться она будет в музее истории города-курорта. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ. Сочи подружился с Крымом. Сегодня состоялся семинар председателей представительных органов местного самоуправления Севастополя, Алушты, а также Сухома, Новороссийска и Туапсе. Такая встреча прошла с целью обмена опытом и обсуждения перспективы развития санаторно-курортной отрасли между городами Краснодарского края, Республики Абхазия и Крыма. Подробности у Татьяны Говорковой. Несколько месяцев назад делегация городского собрания Сочи посетила Крым. Результатом поездки стало соглашение о сотрудничестве между депутатами Сочи и Феодосии. Теперь наш город принимает председателей представительных органов местного самоуправления Севастополя, Алушты и старейшего бальнеологического курорта Саки. Приветствую гостей, мэр Сочи отметил хороший темп развития туризма в присоединившейся к России два года назад республике. Крымские отели предоставляют услуги по оздоровлению наряду с Олимпийской столицей. Как подчеркнул Анатолий Пахомов, курорты Черноморского побережья должны быть конкурентоспособными, но при этом дружить и обмениваться опытом, чтобы в посещении курортов были заинтересованы не только зарубежные туристы, но и российские. По инициативе сочинских депутатов с апреля будет налажено морское сообщение между курортами Черного моря. Мы всячески готовы объединиться с такими городами, как Евпатория, Туапсия, Феодосия, Ялта, вообще с каждым городом Крыма и в том числе Анапа. Я, кстати, был мэром Анапы, Новороссийск. То есть это все известные наши города. И мы можем первое установить какой-то союз, где обмениваться своим опытом, ну и возможностями своими, и друг другу помогать. Программа сегодняшнего семинара совещания состояла, в общем, из презентации Сочи. Гостям рассказали, как трудно было курорту развиваться до международного уровня, благодаря каким факторам и, конечно, особенностям работы административной команды. И после сегодняшней встречи расширением и укреплением партнерских связей и обменным опытом заинтересовались и представительные органы власти Алушты и Севастополя. Мы очень нуждаемся в вашей помощи, у вас большой опыт, и мы готовы сотрудничать во всех отраслях этой действительности. В сотрудничестве с Сочи заинтересована и Абхазия. Теплые дружеские отношения соседней республики у нас сложились уже давно, и теперь им интересно перенять опыт работы в некоторых аспектах. Такое взаимодействие интересно и Новороссийску. Обмен мнениями, обмен опытом – это самое важное, что есть. Потому что у города Сочи, даже сейчас, недолго побои, есть действительно, чего поучиться, как в организации коммунального хозяйства, это, наверное, самая больная тема для каждого города, как усилить борьбу с мусором – это тоже очень интересная идея. И поэтому именно обмен мнениями, обмен нашими функциями, у нас же представители органов власти, конечно, опыт Сочи и опыт Новороссийска из Сочи, это даст, конечно, очень эффектный результат. Инициатором развития и укрепления деловых отношений с другими городами Черноморского побережья выступило городское собрание Сочи. На сегодняшний день соглашения о межмуниципальном взаимодействии и сотрудничестве заключены с Анапой, Евпаторией, Туапсе, Феодосией, Ялтой и Новороссийском. Мы сегодня планируем подписать соглашение с САКами. Приехали представители города-курорта САКи и они готовы к сотрудничеству с городом Сочи. Вот такое единство нам позволит вырабатывать какие-то общие требования, общие обращения к правительству в Южный федеральный округ. Должна сказать, что с Южным федеральным округом это мероприятие мы согласовали, они нас поддерживают. Двухдневная программа семинара с представителями семи городов довольно обширная и построена на демонстрации последних достижений Олимпийской столицы. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Из Башкортостана в Сочи переехала семья с девятью приемными детьми. По словам мамы, климат-курорта полезен для здоровья малышей. Этого аргумента хватило, чтобы решиться на переезд. Семья вновь приехала посмотреть свой новый дом. Тихое место, вид на горы. Для них даже высадка из автомобиля – это веселый процесс. За короткое время у машины образуется целая компания детей. Всего у Светланы трое родных и девять приемных детей. Пять месяцев назад они всей большой семьей решили переехать в Сочи. В Башкирии остались двое старших сыновей. Приехали мы потому, что у нас двум детям там не подходит климат. Это вот Настя и Алена. Мы там все время лежали в больницах и все время по системе. А сюда приехали за пять месяцев ни разу не заболели. Дети развиваются разносторонне. Одни занимаются спортом, другие – кулинарией, а третьи – творчеством. Аню взяли 10 лет назад прямо из роддома. Я занимаюсь эстрадным пением и народным пением. Я бывала на многих конкурсах и занимала первые места. Это и всероссийские, и международные конкурсы. В Копилке уже есть победа и на сочинской сцене. Помимо этого, Аня охотно ставит хореографические номера для всех своих братьев и сестер. Видя, насколько интересно расти в большой дружной семье, дети Светланы уже решили следовать ее примеру. Мне это очень нравится. И, может быть, тоже когда-нибудь возьму детей. Но вот старший брат уже взял ребенка. Ему два годика. Считай, пошел по маминам стопам. Семья Светланы стала лучшей приемной семьей Башкортостана. Также она награждена дипломом в номинации «Достижение года». За что знает даже пятилетний Ярик. Я приехала в семью недавно. Тут все дружные, тут весело. И никому не бывает скучно. Как выяснилось, на этом многодетная мама останавливаться не намерена. Если нам опека даст мальчику четырех лет, мы его возьмем. А то у нас Миша все время обижается. У всех есть пара. У нас два по десять, три по семь, два по пять и он один. Растить такое количество детей не так сложно, утверждает Светлана. Ведь в воспитании младших активно участвуют уже взрослые дети. К слову, примечательно, что первый праздник, который предстоит отметить семье в новом доме, это приближающийся День матери. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». У Большого Сочинского дельфинария появилась новая крыша. Купол над водной ареной сделали не только прочным, но и теплым. В случае похолодало, но это не причина отказывать себе в развлечении. Встреча с дельфинами и другими обитателями дельфинария – прекрасная возможность сделать свой выходной день незабываемым. Чтобы дискомфорт не чувствовали ни зрители, ни артисты, купол решили утеплить за дело. Взялись профессионалы. Все выполнено из высокопрочных алюминиевых ферм, трехслойного тента. Это прекрасная конструкция, которая позволит нам быть всем в тепле, вместе с вами, дорогие гости. Помимо этого в зале будет работать система обогрева. Она сохранит температуру воздуха на уровне 23 градусов. Круглогодичный дельфинарий рассчитан на 1300 посадочных мест и соответствует требованиям безбарьерной среды. Тренеры и дрессировщики регулярно готовят новые программы с участием черноморских дельфинов «Афалин», южноамериканских морских львов и китов «Белух». Представления проходят ежедневно. Победил опыт. Сегодня на футбольном поле встретились команды жителей Сочи и городской администрации. Товарищеский матч организовали в рамках предстоящего дня города. В футбол играют при любой погоде. Поле, конечно, было мокром после ночного дождя, но солнце помогало игрокам держаться в форме. Команда жителей Сочи – это, по сути, ветераны спорта, которые достаточно часто играют в футбол. Состав административной команды не настолько профессиональный, тем не менее, уступать никто не хотел. В рамках подготовки к чемпионату мира и Кубу конфедерации мы уделяем особое внимание популяризации спорта, популяризации здорового образа жизни. И таким образом решили провести товарищеский матч также и в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города. Два тайма по 25 минут. И первым счет открывает представитель команды жителей Сочи Владимир Лукьянов. С точки зрения профессионала, стандарт угловой, хорошая подача, я защитник подключился и забил. Благодаря хорошему пасу в первую очередь. Через несколько минут ответный гол со стороны административных служащих. Со счетом 1-1 завершается первый тайм. А уже после перерыва игра становится более оживленной, и в ворота администрации города попадает 4 мяча. Есть профессиональная футбольная команда, много любительских команд, детский центр хорошо развивается. Поэтому мы рассчитываем, что это будет показательный матч, а в дальнейшем это примет добрую традицию, приходить сюда и играть с жителями. Играют ветераны спорта постоянно и много лет подряд, поэтому со счетом 4-2 в их пользу игра заканчивается. Им в награду футбольный мяч для дальнейших тренировок. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошив штор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр Грант. В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. На все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание. До свидания.